Как высаживать цветы, чтобы они прижились и радовали глаз яркими красками? Вологодские ветераны поделили своим опытом с молодыми волокжанами. Вместе они высадили около трех тысяч цветов на аллее по улице Пирогова. Такой мастер-класс организовали активисты молодежного центра «Горком-35» в рамках проекта «Поколение ВКонтакте». К нему присоединилась и Мария Зварова. И чтобы люди ходили, смотрели и радовались. Они не будут знать, кто посадил цветы. А мы-то знаем, правда? Что мы? Запачкать руки и одежду совсем не страшно. Ребята под руководством более опытных цветоводов взялись за работу, чтобы аллея буквально расцвела. Я сюда пришел для того, чтобы улучшать природу и садить растения, чтобы она была лучше и никогда не портилась. Я пришла сюда, чтобы посадить цветы, чтобы украсить эту аллею, чтобы красивее стало, природа эта больше стала чище, красивее. Хочу помогать, чтобы наша Вологда была красива и в ней было много цветов. Виола или Анютины глазки предпочитают плодородную, рыхлую, увлажненную почву. Саженцы помещают почву на расстоянии 10 сантиметров. Советы ребятам, как правильно посадить цветы, дают опытные садоводы из Центра заботы и Городского совета ветеранов. Так, совместными усилиями участники проекта «Поколение ВКонтакте» высадили более трех тысяч цветков. Все Анютины глазки. Но они очень удачно будут сочетаться, вот голубое и белое. Это вот сейчас они как бы вроде как лежат, а когда они встанут, представляете, на зеленом фоне, и вот это все будет ромбами так вот красиво будет выложено. Более десятка ярких клумб в аллее на улице Пирогова – это результат проекта «Поколение ВКонтакте». Его организаторы – активисты молодежного центра «Горком-35». Проект стартовал два года назад. За прошедшее время молодежь и ветераны сообща трудились на городских субботниках, участвовали в литературных вечерах, вместе смотрели фильмы. Проект «Поколение ВКонтакте» на самом деле уникальный этот опыт. Мы хотели бы транслировать на всю страну, потому что здесь идет реальное взаимодействие и сотрудничество между старшим поколением, обмен опытом, так сказать, между старшим поколением и более молодым. На этой неделе участников проекта ждет большой спортивный праздник. Он состоится в четверг на площади Чайковского. Ребята вместе с ветеранами организуют фитнес-зарядку и спортивные эстафеты.